Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Сегодня в очередном видео мы с вами поговорим о новинке среди электросамокатов от компании Sitsiba R12 Pro. Поехали! Итак, друзья, новинка R12 Pro. Почему R12? Потому что, в принципе, 12-дюймовые колеса, пневматические, надувные. На самом деле, здесь глаза разбегаются, я не знаю даже, с чего начать, потому что все интересно. И давайте, на самом деле, начнем по порядку. Начнем с нутрянки. Что у нас здесь находится? У нас находится с вами аккумулятор на 50 Ач, призматик. Контроллера стоят тоже 50 Амперные, по завелению производителя не синусные, а стандартные, которые стоят как на дуликах на Minimotors компании. То есть, в принципе, как таковой задержки, там небольшой, да, то есть у них не должно быть. По завелению производителя, учитывая, что здесь 50 Амперный аккумулятор 60 В, максимальный пробег на одной зарядке примерно в районе где-то 90-100 км. Скорость максимальная в районе 80 км. Но, друзья, как и ранее говорил во многих видео, что максимальная скорость, как и пробег, зависит от многих факторов, таких как вес райдера, манера езды, погодные условия. Поэтому учитывайте вот эти погрешности и погодные условия в том числе. Итак, давайте сразу его включим, включим освещение. Почему? Потому что вы сразу сейчас все поймете. Welcome! Встречаем новогоднюю елку 2023 года от компании Sitsiba. Не знаю, друзья, как вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам подсветка в колесах, нравится, не нравится. Честно скажу, по мне, это немножко лишнее. Я бы это все дело убрал. Подсветка в деке огонь. Прям супер, здесь вопросов нет. Здесь мы с вами можем видеть, с этой стороны индуктивная система стоит подсветки колес. То есть вот катушки спереди, а сзади две штуки стоят спереди. Да, безусловно, там вечером у вас будет заметно на дороге. Более чем заметно, но тем не менее, если кому-то нужно отключить при покупке в нашем магазине, вы можете обратиться к нам. Мы это сделаем без проблем. Так что обращайтесь, если это необходимо. Что касаемо системы подсветки, повторюсь, деки и опор для ноги. Здесь вопросов нет. Все здорово, классно сделано. Надпись Sitsiba, она прозрачная. Здесь мы с вами видим внутрянку всей деки, то есть проводки, аккумуляторы. То есть не знаю, что у нас здесь, оргстекло или что здесь такое установлено. Тем не менее, двоякое мнение. В принципе, прикольно, с одной стороны, есть такая особенность у некоторых производителей, да, там других видов электроники. Или показывать внутрянку, тем самым выделяться, скажем так, из толпы по производству, образно, да, там той или иной электротехники. Но кому-то это не нравится, поэтому, если это необходимо, так же можно, в принципе, при заказе в нашем магазине реализовать момент того, чтобы затонировать, либо перекрыть вот эту всю систему, чтобы не было заметно внутрянки. Это тоже не проблема, это сделать мы можем. Единственное, что, конечно, по системе самой деки, да, то есть шкурки здесь не хватает. Мне кажется, будет скользко достаточно. Что хочется сказать по поводу самого самоката. Даже просто берешь его в руки, да, достаточно такой монолитный. Очень хорошо ходит вправо и влево. У нас с вами сразу установлен уже, как вы видите, демпфер. Демпфер достаточно, в принципе, стандартный, популярный, удобный. К нему нареканий нету, ход хороший. По подвеске. Ну, подвеска, как всегда, отлично. Ничего не пробивается. Все на вашем уровне. У нас сзади стоит, если обратить внимание, стандартная подвеска, а пятые, в стиле Сициба, Курусов, в принципе, они плюс-минус, производители один и тот же, под разными брендами выпускают. Здесь у нас с вами рычаги идут, все идет стоять на подшипниках. Качество и срок службы будет максимальный. А пятые у нас идут с регулировкой, то есть хорошей масляной. Передняя подвеска у нас идет телескопическая, воздушная, масляная, перевертыш. Давайте с вами поговорим о системе освещения. Почему? Потому что, ну, здесь освещение вообще просто бомбическое. И переднее освещение вы сами все прекрасно сейчас увидите. Сейчас мы включим с вами дисплей и включим фары. Фары здесь стоят целых четыре передних. Сейчас я отключу просто освещение. И вы все прекрасно увидите, что здесь, если вы уезжаете в ночное или вечернее время, на дороге вы будете видеть все. По фарам, в принципе, здесь они стоят Арктик. Арктик, нижняя, самая последняя модификация. Они идут, как вы видите, с ангельскими глазками. То есть здесь три линзы. Освещение шикарное. Наверное, на сегодняшний день, на момент съемок, это одна из топовых модификаций освещений. Сверху у нас стоят фары. Достаточно старые, добрые, популярные. Они стояли, если вы помните, на iBalance, на атлетах, на бандитах модификациях. Стояли также на Курусах всех модификаций. С точки зрения, нужны они здесь или нет, здесь двоякий вопрос, честно скажу. То, что они здесь стоят, классно, да, прикольно. С точки зрения того, что визуальные эффекты, мне кажется, наверное, они здесь все-таки лишние. Но если компания Курус, с Сицибо, кстати, даем обратную связь. Посмотрите, я бы на вашем месте, знаете, как сделал бы. Может быть, даже оставил бы эти фары, но сделал бы переключение света раздельным. То есть, например, если ближние можно поставить, например, как вы, как зовут, там сам рассчитывают, эти поставить, например, дальние вот их, да, либо наоборот. Тогда, мне кажется, было бы здорово. А что, друзья, думаете вы? Оставьте комментарии, пожалуйста, тоже интересно ваше мнение. Друзья, давайте поговорим с вами о системе торможения. Тормоза здесь стоят NUT, которые реализовываются на топовых модификациях компании Mini Motors. Сейчас Сицибо реализовывают на своих флагманских самокатах. Наверное, скажу, одна из самых топовых систем торможения. Понятное дело, что мы сейчас не говорим о других каких-то более премиальных и дорогостоящих гидравлических систем торможения. Но, тем не менее, NUT себя за многие годы зарекомендовал очень хорошо. Она есть. Гидравлические дисковые тормоза отрабатывать великолепно. К ним нареканий нет. Если у вас есть какая-то обратная связь, то тоже дайте, пожалуйста, в комментариях. И обратите внимание на тормозной диск. Тормозные диски у нас стоят 160-е. То есть я даже себе не представляю, но я представлю, обязательно дам своеобразную связь, когда я покатаюсь на нем и поработаю с тормозами. То есть я уверен, что они здесь просто великолепные, самые топовые. 160-е, NUT, я думаю, что здесь прям 10 из 10. Друзья, что еще хочется сказать по системе управления. То есть руль здесь стандартно идет типа такие же, как стоят на всех, в принципе, самокатах. Это Курсус, Сициба, Ультрона модификации. То есть здесь стандартно ничего нового не придумано. Что придумать, если все работает и так замечательно? То есть в таком формате все у нас с вами регулируется. То есть, кстати, хочу вам дать небольшую обратную связь для тех клиентов, людей, кто не знает. У некоторых клиентов на самокатах с таким рулем, да, то есть с завода, либо со временем может появляться небольшой люфт правой, либо левой стороны. В принципе, это можно легко устранить с помощью, смотрите, вот здесь мы. Вот здесь, видите, у нас такой стоит небольшой болт, да, то есть любым мультитулом, да, шестигранником подкручиваете. То есть шляпка немножко выходит, потом берете руль, вставляете, подтягиваете. Друзья, все, от люфта вы избавились. Это такой небольшой обратный связь для тех, кто не знал. С левой стороны у нас современный, как говорится, блок идет управления, которое используется на топовых модификациях от компании Minimotors в Dualtron. В принципе, на Сициба, на Курусах тоже таких стоят модули. То есть здесь у нас с вами идет сигнал, здесь система управления подсветки, включения деки рулевой части. С правой стороны у нас освещение основное включается. А здесь питание, включение вообще всего. То есть мы его включили, заблокировали все. Ну и когда мы его включаем, здесь у нас с вами поворотники, поворотники. Тумблер переключения правой, левой. Поворотники стандартные, как на всех курсах. На Сициба стоят. Ничего нового, хорошее. Стоит у нас с вами блок USB подзарядки. Мелочь, но приятно. Согласитесь, поставили держатель, поставили телефон на зарядку, едете заряжаете. Руль, как говорилось, стандартный, стоит современный. Система защелканья, все отлично. Акцентировать на это внимание не буду. С правой стороны у нас вактметр. И курок. Курок у нас идет QSS4. Не знаю, почему Сициба решила реализовать с данными курками. Но, как правило, такие вот контроллеры, такие курки ставятся на те самокаты, где контроллер стоит не синусный, а обычный. Мы вскроем деку с вами, посмотрим. В комплекте у нас с вами идут два зарядных устройства и пульт. Пульт управления, это идет у нас с вами управление светом. То есть мы сейчас с вами включаем подсветку. И здесь мы с вами можем отключать, включать, менять расцветки разные. Режимы ставите разные. Помимо этого у нас с вами есть... Сейчас мы включим. У Сициба R12 у нас стоит с вами приложение, установлено. Приложение называется ZENG. С помощью приложения можно также включать, отключать. Вот на приложение. App Store, Play Market вы скачиваете. Вот такое название его. Система управления, отключение. У нас перешли в режим освещения. Ну и самокат реагирует. Вы видите, дека меняется, подсветка режима. Также это можно отключить. Поставить таймер. Также здесь у нас с вами есть режимы. Многие. Многоцветные, музыка. То есть, соответственно, мы можем здесь ставить настройках, как я понимаю, реакцию на звук. То есть какой-то звук будет происходить, как вы поставите. То есть если запишите, например, и на этот звук, на тот, который будет реагировать свет. Включение, отключение, либо изменение цвета. Необычно. Мне кажется, такое приятное дополнение, приятный бонус. Ну что, друзья, по рулевой части хочется сказать так же. Руль у нас регулируется по высоте. В принципе, здесь стандартно ничего не добавишь. То есть руль можно подстраивать по высоте. Здесь у нас с вами, смотрите, на рулевой части три фиксатора. Поставили, зафиксировали. Как вам удобно. Но, в принципе, по ростовке значительно удобно. То есть любая ростовка, как и метр где-то 50 примерно, и до 2.15-2.20 с ростовкой человек спокойно может на нее вставать. Вы видите сами. В чем преимущество данного фиксатора, на самом деле? То есть когда вы ставите, зафиксировали руль, если фиксатора такого нет, стандартных, которые на курсах стоят, например, ультрон, другие какие-то модели и производители. На дуалтронах то же самое. Ну, дуалтрон, конечно, не регулируется по высоте. Но на других, скажем так, полнопривных самокатах, которые нет фиксатора, то есть мы поставили руль по высоте, зафиксировали его. При сильной нагрузке, скажем так, то есть на некоторых моделях бывает, что руль просто прогибается, либо уходит чуть левее, либо правее. Здесь в этом плане с фиксатором такой проблемы не будет. Поэтому дополнительный лайк компании Сициба. Что такое, как говорится, это на самом деле такая незначительная мелочь, в принципе, да, но она уже реализована, она есть. По проводам все здорово. Единственное, что на самом деле я бы поставил бы, не хватает здесь, это оплетка. Оплетка, которая стоит там как на мини-моторсах. Вот сейчас на видео вы увидите, какую оплетку я бы сюда лучше поставил. Если вам это необходимо, мы также это можем реализовать, поставить мини-моторскую оплетку сюда, обращайтесь при заказе данного самоката. В нашем магазине мы это реализуем. Также хочется сказать, что на рулевой части у нас с вами установлена планка с подсветкой на шестигранные болты. Все у нас прикручено, то есть не самоклеенные какие-то, стоит все хорошо. Красиво, стильно. На самом деле новогодняя елка, друзья. По моему мнению. Подсветок слишком много, то есть я бы, если резюмировать, оставил бы в рулевой классно, да. Дека, подсветка здорово. Опора для ноги тоже, но вот в колесах я бы убрал. В колесах убрал бы и вот эти фары. Если это сугубо мое мнение, что вы думаете, оставьте, пожалуйста, в комментариях. Тоже интересна ваша обратная связь. По крылу. Переднее крыло, обратите внимание, идет коротыш. С точки зрения лететь процентов на 90, даже больше, чем уверен, что будет все лететь на переднюю часть. Что касаемо задней части. Задняя часть у нас с вами крыло коротышно. Стоит такой отсекатель. Его немножко можно регулировать, скажем так, да. То есть чуть пониже опускать, либо, соответственно, повыше. Здесь у нас стоит достаточно неплохо. Со своей стороны, что мы заметили, и хочется сказать, что здесь рычаги стоят достаточно длинные. Если вы обратите внимание, в передней части достаточно большой располагается зазор. И спокойно сюда, как минимум, я думаю, 13, а может и 14 покрышки можно поставить. То есть какие-то грязевые, там, оффроуд, это не проблема реализовать. Также, если вам это интересно, при заказе обращайтесь, мы можем это реализовать. Я думаю, что здесь, как минимум, 13 точно зайдут. А может и 14. Покрышки, смотрите, обратите внимание, они не стоят 12 дюймовых, 12 на 4, 4,5 и 6,5. Производитель, в принципе, достаточно популярный по покрышкам, по резине хорошие. Достаточно себя зарекомендовали отлично. С точки зрения на асфальте, вот эти покрышки сликовые будут вести себя великолепно, больше, чем уверен, никакой не вибрации, устойчиво, классно будет ехать. С точки зрения, опять же, если говорить о осени, зиме, то, конечно, я бы поставил сюда либо как первый вариант, это металлические шипы, а в идеале вообще поменял бы другие покрышки и уже эксплуатировал в зимний период времени. Поэтому напомню, что если вы хотите, вы можете у нас это заказать, опцию, мы это реализуем. Итак, давайте по более подробных характеристикам с вами поговорим и резюмируем. Что касаемо габаритов и размеров, сейчас вы видите на вашем экране, нажмите паузу, для того, чтобы более детально ознакомиться с ними, размер, высоту и детальные его характеристики. По весу данного самоката, веса данного скутера, можно так сказать, составляет 59 килограмм. Много или мало это, на самом деле, конечно, среди самокатов это большой, я считаю, теленок такой, тяжелый буйвол. С точки зрения, опять же, с чем сравнивать? Ну, а то, что учитывая под капотом, здесь у нас стоит 50-амперный аккумулятор, пробег флагманский, контроллера, мощность, опциональность его, я думаю, что облегчить его достаточно тяжеловато было бы сделать, чтобы он весил 40 килограмм, допустим. Поэтому, что могу сказать, дорога уверен, что будет держать себя хорошо. Давайте с вами поговорим о комплектации. В комплектацию у нас с вами ходят два зарядных устройства, как вы видите, здесь у нас два порта идут, зарядки у нас идут 2 по 3 ампера, то есть вкупе у вас получается 6-ти амперный с кулером, с охлаждением. Насколько они практичны и сколько они прослужат, не знаю, покажет время, но выглядит достаточно качественно и современно, скажем так, да. 6 ампер, ну, примерно по заряду где-то в районе 8 часов, 8-9 часов займет вас время полный заряд. По комплектации также у нас идет с вами сидение в комплекте, платформа, платформа крепится сюда, ставится штырь сам, сидушка. Сидушка стандартная, ничего особенного, комфортная, удобная, мягкая. Здесь у нас с вами стоит наклейка, не обращайте внимания, то есть вольтаж указан на 72, здесь емкость аккумулятора указана, мощность здесь 50 ватт, но на самом деле здесь китайцы перепутали на заводе, здесь 60 вольт. Также хочу обратить ваше внимание насчет того, что у нас снизу стоят достаточно такие большие резинки, уплотнители, для чуани, когда вы складываете самокат, чтобы он не плюхался у вас на деку саму, а ставился на эти резиновые уплотнители. Что касаемо гидроизоляции, гидроизоляцию рекомендую делать, хоть и здесь сделано, в принципе, достаточно неплохо, силовой кабель в деку уходит, но щели есть, мы сейчас скроем мангал, посмотрим. Друзья, давайте так, я говорю о плюсах, 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 давайте поговорим о минусах. Минус на самом деле самый основной, который мне не нравится, и, в принципе, наверное, это на всей серии Сициба, курсов, и даю обратную связь производителю, может быть, услышит, может, когда-нибудь это реализует, но складной механизм. Друзья, да, старый, добрый, который устанавливался на старых атлетах, айбойлансах, бандитах, на всей линейке курсов, сейчас Сициба и так далее, других аналогичных производителей, ну, самокат, 59 килограмм, 50 ампер аккумулятора, призматики, 50-е контроллеры стоят, да, богатая комплектация, нут, гидравлик, системы торможения, там, подсветка, разный регулировок, пульт системы управления, сиденья, две зарядки, 6 ампер, вы в общую куплю, все есть, все отлично, даже демпфер в комплекте стоит уже установленный, но сделайте вы складной механизм, хороший, сильный, который будет стоять нормально и служить долгой верой и правдой. В принципе, я не могу сказать ничего прямо такого критичного к этому складного механизма, но тем не менее, да, там к нему есть вопросы, те, кто, соответственно, знает самокаты, я думаю, что согласятся со мной, оставьте, пожалуйста, ваш комментарий по этому поводу. Все отлично, все супер, но вот складной механизм, я считаю, что мы могли бы, конечно, сделать усиленный. Складной механизм, давайте пробежимся тогда, что у нас здесь с вами? Стандартный рычаг, который фиксирует, у нас петля, которая идет непосредственно для складной самоката, все сложили самокат, зафиксировали, все, он у нас сложен. Для того, что разложить, все то же самое у нас с вами делается. Поднимаем, фиксируем, рычаг красный ставим на место, и все. Ну что, давайте вскроем мангал и посмотрим. Кстати, по стоимости, хочу сказать, самоката, стоимость самоката на момент съемок составляет 117 тысяч рублей. Корректную цену на самокат на момент вашего просмотра этого видео вы можете видеть ссылкой в описании под видео, ссылка на товар, вы можете посмотреть, ознакомиться. Также приятные небольшие бонусы для нашего магазина. При покупке акция будет ограничена, при покупке данного самоката мы сделаем вам гидроизоляцию в подарок, настройку, сборку, то есть и кое-какие дополнительные плюшки, которые вы можете узнать, позвонив и заказав данный самокат. Для заказа вы можете позвонить по номеру телефона, который указан внизу в ссылке под этим видео. Также есть ссылка на товар, который вы можете через сайт сделать, оформить заказ. Отправляем по всей России, странам и СНГ. Доставка по Москве день в день, соответственно, в другие регионы, тоже мобильные, быстро отправляем. Количество товара ограничено. Ну что, мы открутили деку, давайте сейчас с вами снимем. Металлический мангал, крышку. А теперь мы снимем. Смотрите. А у нас с вами, посмотрите, насчет гидроизоляции. Ребят, сразу говорю, что гидроизоляцию обязательно надо, учитывая того, что вы посмотрите, как промазано. На заводе, вообще даже герметика здесь пожалели. Видно, задняя часть немножко есть, да, промазано с вами. Здесь кусками просто сопли набросали, по-другому не назовешь. Ее нету. Поэтому даже просто вот герметика, его нет. Давайте сейчас снимем. Все. Ну вот вы видите, сами все. Я думаю, здесь без комментариев, все и так понятно. Герметика не хватает. Ну что, давайте посмотрим, что у нас внутри. Поэтому успей, позвони по номеру, получи гидроизоляцию в подарок, закажи самокат и катайся в зимний период времени без проблем. Ну что, смотрите сами. Мы все прекрасно с вами видим. Все как уложено. Здесь по проводке вопросов нет. Достаточно неплохо все сделано. Давайте контроллеры посмотрим. Контроллер у нас 60-вольтовый, как я вам говорил. 50 ампер. Визуально, если честно, очень схожи коробы с синусными 45-ми контроллерами, которые стоят на ультронах, как вы помните, на курсах, некоторых модификациях. Очень похоже. Сейчас я думал, что это за блоки такие. сами все блоки у нас уходят. Получается вот это сюда. Слушайте, это у нас блоки похожи на индуктивную как раз подсветку колес. Сразу скажу, что рекомендую эту систему колес отключать. Почему? Визуально, конечно, кому-то если эта елка нравится, то это оставляйте. Но попадание влаги, воды. Конечно, здесь вы обратите внимание, что силовой, скажем так, кабель сам по себе, он выложен в термоусадку и сделан вроде достаточно хорошо. Но тем не менее, даже это диодная подсветка, которая по ощущениям пролачена. То есть вода сюда будет попадать, будет окоротить, выходить из строя. Ну и приедет очень быстро во влажного погодного условия. Тем более в зиму, когда там соль, ингредиенты все насыпаны. Давайте с вами покажу, как это отключается. У нас есть два блока таких стоят. Смотрите, сейчас включим с вами. Сейчас колеса у нас с вами подсвечиваются. Все отлично. Вопросов здесь нет. Сейчас мы с вами их отключим. Вот у нас с вами блоки идут. Отключим сейчас блок. Раз. И отключим блок. Два. Давайте сейчас попробуем включить. Все. Вот эти как раз два блока отвечают как раз за эдуктивную подсветку. Соответственно, можно отключить их, вообще вывести, да, там, если вам необходимо. Обращайтесь в наш магазин, в наш сервисный центр. Мы все это сделаем. Также сделаем герметиком, промажем, сделаем хорошую гидроизоляцию, контроллеров. Все, все это без проблем. Поэтому насчет подсветки в колес я вам сказал свое мнение. Что думаете вы, друзья? Оставьте в комментариях. Пожалуйста, интересна ваша обратная связь. Сразу, что еще сейчас скажу. Очень важный такой момент, который мне бросился в глаза. И это очень важный момент, мне кажется, в этом самокате. На что нужно обратить внимание, в том числе, при установке гидроизоляции. Когда будете обращаться в наш магазин для установки гидроизоляции, мы это вам сделаем совершенно бесплатно. Потому что это вещь, что нужно, это безопасность. Смотрите, мангал, стоит аккумулятор, контроллер, стоят болты. Здесь все отлично. Посмотрите, задние болты. Концовка аккумулятора идет и болты, они торчат. Здесь, в принципе, миллиметров несколько проема. Да, вот здесь внизу стоит прокладка такая, уплотнитель. Но она внизу, внизу стоят тоже еще болты, которые крепят. Видите? Вот внизу болты и он упирается в аккумулятор практически. Тоже там буквально миллиметры есть зазор. К чему я это говорю? К тому, что, в принципе, аккумулятор ходить не будет, но дополнительно с точки зрения безопасности, я считаю, чтобы аккумулятор не ударился, не дай бог, в шляпку и что-то не произошло, нехорошее, лучше здесь дополнительно это у нас с вами закрыть. Поэтому обращайтесь при покупке, мы это сделаем совершенно бесплатно от нашего магазина, это будет опционально. Так, ну что, здесь все, в принципе, понятно. Посмотрели с вами мангал, посмотрели контроллер, аккумулятор. Кстати, здесь у нас на аккумуляторе, давайте посмотрим, мы не увидели с вами, не посмотрели характеристики, которые здесь с вами стоят. 60 вольт, 50 ампер, 16S1P модель, аккумуляторная надпись как характеристика. Что касаемо таблички, как я говорил, у нас сбоку на 72 вольт не обращать внимания, китайцы походу устали и наклеили наклейку не от того, самокат. Так, ну что, собираем самокат. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились, посмотрели самокат, разобрали, открыли мангал, посмотрели, посмотрели его плюсы и минусы, что могу сказать от себя. Самокат, в общем, мне понравился, есть свои недочеты, в видео я сказал свое мнение по поводу него. В общем плане, мне самокат зашел, считаю, что отличная модель, конкурентов, можно так сказать, в его опциональности и ценовой политике у него нет. То есть, если там побольше самокат, поменьше самокат, да, там ценник играет. Ну, на момент съема, как и сказал, цена 117 тысяч рублей, ссылка в описании под видео, где вы можете у нас приобрести его, заказать опцию, также, соответственно, подарки, которых я озвучивал, количество ограничено. Поэтому, приезжайте на тест-драйв, покатайтесь, совершенно бесплатно, получите свои эмоции, дадите нам обратную связь. Сейчас хотелось бы от вас получить в комментариях ваше мнение касаемо этого самоката, что думаете именно вы по поводу него, как вам эта модель, что нравится, что нет, что хотели бы добавить, может быть. Поэтому для нас это очень важно. С вами был Станислав, всем удачи, пока-пока.